Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала! Я очень рада, что вы снова смотрите нашу передачу. Как я и обещала, сегодня рассказываю вам про то, как сделать компостный ящик на участке. Компостная куча на участке тоже возможна, но это не вариант, потому что, во-первых, участки в основном у нас маленькие, и она портит внешний вид. Во-вторых, процесс разложения органических остатков, переработка их в компост, в ней происходит очень тяжело. Что нужно для того, чтобы построить компостный ящик? Во-первых, компостный ящик ставится в том месте, где прямые солнечные лучи не попадают в него, а слегка затененное место, ну вот как у меня тут на заднем дворе хозяйственном. Тогда процесс переработки бактериями органических остатков идет лучше. Второе условие, которое нужно для строительства компостной кучи, это компостного ящика, это воздух, чтобы хорошая аэрация была. Это тоже очень важно для бактерий, иначе вы получите просто перегнившую силос. И третье условие, это тепло. Ну, тепла у нас тут хватает, тепло, но не жара, не яркое солнце, еще раз. И вода. Периодически эту кучу нужно увлажнять. И слои этой компостного ящика нужно обязательно переслаивать не только травой, но и землей, либо навозом, либо поливать навозной жижей. Тогда вы получите полноценный настоящий компост. Итак, что для этого нужно? Ну, в общем-то, у каждого свои варианты ящика. Значит, обязательно в ящике должны быть вот такие вот щели, ну, сантиметра полтора-два между досками, обязательно должна быть крышка, потому что без крышки сюда будет попадать вода, насекомые, ну, все остальное, то, что нам не нужно. Крышка должна быть обязательно. И, значит, желательно его покрасить, чтобы предотвратить гниение. Я изнутри покрасила пропиткой, а сверху так, легкой масляной красочкой. Значит, заглублять компостное сооружение не нужно. Его делается либо на уровне земли, насыпается земля, либо ветки поднимаются сантиметров 20-15 над землей. Насыпается слой земли, либо на ветки слой земли, и потом кладется трава, либо чуть-чуть компоста, если он у вас есть. Для того, чтобы бактерии, которые здесь будут жить, начали работать, запустился этот процесс. Обязательно надо пролить хорошо первый слой, ну, желательно навозной жижей или чем-то таким, чтобы бактерии развились и заработали. Вот, и потом каждый раз, значит, кладете 20-15 сантиметров травы, скошенной или обычной, только сорняки многолетние туда не идут. Ни с корневищами, ни вот сейчас, когда они уже обсеменились семенами, иначе вы на выходе получите готовый компост с семенами сорняков. Они некоторые не перегнивают. Однолетние сорняки, типа лебеды, мокрицы, вот это вот, пожалуйста. Значит, кладете слой травы, потом легкий слой земли, там, не знаю, перепревшего навоза, перепревший солом, или не перепревшего навоза тоже. Поливаете, открываете ящик, поливаете его водой, можно из лейки, можно из шланга, в принципе, все. Ваш компост готов для того, чтобы зреть. А, еще одно важное условие, как вы будете вытаскивать этот компост, потому что сверху же будут свежие органические остатки, а внизу уже перепревший, я с этим столкнулась в своей практике. Значит, либо спереди, ну, либо сбоку, либо сзади, делайте съемную конструкцию, начиная от земли, 3-4 доски, либо просто делайте доски съемные спереди, ну, у меня спереди не получилось, потому что у меня тут мощение, я сделала это сзади. Либо на шпингалетах откидывающуюся вот такую вот конструкцию, которая будет помогать вам снизу выгребать готовый компост. Готовый компост очень отличается от сбродившей травы, вы это сами поймете, он имеет такую легкую рассыпчатую консистенцию и приятный запах прелой земли, то есть это вам сразу будет ясно. Сверху вы можете класть свежие остатки, а снизу уже, ну, где-то, наверное, я думаю, на следующий год можете выгребать уже готовый компост. Можно сделать компостную кучу, разделить пополам, на две секции, то есть, возможно, и такие варианты, я просто не стала заморачиваться, ну, мне как-то проще с одной, вот, можно сделать на две, в одном он будет у вас зреть, у меня было с двумя секциями то же самое, в одной он зреть, закрываете его отдельно, другую секцию закладываете свежие, в общем-то, свои остатки травы и земли. Ну, вот, собственно, наверное, ну и все. Это мой рукастый муж сделал из остатков USB и разобрал там несколько палетов, такие, которые были страшные, остались от строителей, то есть у кого какие варианты возможны. Обязательно, еще раз повторяю, воздух, вода, тепло, ну, и вентиляция, все, что нужно для строительства компоста. О том, чего нельзя класть в компостную кучу. Нельзя в компостную кучу кидать экскременты животных, людей, нельзя остатки пищевые, мясо, рыбы, иначе привлечете незваных гостей, нельзя выливать химические всякие порошки стиральные и прочую химию от опрыскивания сада, погубите бактерии, нельзя класть плохо перегнивающие пакеты и прочие пластиковые изделия. Ну, вот, собственно, и все. Только трава зеленая, биомасса, можно класть в крупу от яиц и выливать воду, ну, не знаю, там, из-под жирного чего-то со сковородки. Все, это то, что можно класть в компостную кучу. Землю, навоз, все, что дает пищу бактериям. Для того, чтобы обезопасить ваш компостный ящик от незваных гостей, снаружи, можно обтянуть ее либо металлической сеткой с мелкой ячеей, ну, я не знаю, кошки, собаки вряд ли туда пролезут, ну, может, крысы, мыши, если у кого-то есть на участке, либо пластиковой сеткой с очень толстым плетением. А для того, чтобы избавиться, или чтобы не заводилась там медведка, муравьи и прочее, ну, наверное, придется как-то какие-то средства все-таки иногда подсыпать. Либо, когда вы будете эту компостную землю разбирать, аккуратно смотрите, просеивайте ведра, чтобы не попали всякие вредители и личинки-медведки. Ну, вот, как-то так, таким образом. Были вопросы по использованию шелухи от семечек. Хочу показать вам такую штуку, которая называется грибные блоки. Здесь очень много их продают, отработанные грибные блоки с грибных производств. Вот они выглядят вот так, спрессованная шелуха от семечек, переработанная грибами вместе с мицелием. Они на авито продаются, и так по грибным производствам, если прозвонить, поспрашивать можно. То есть этими грибными блоками можно мульчировать землю, можно рассыпать и перепахивать, рыхлить, у кого очень плохая земля. Можно также засыпать в компост, потому что эта шелуха, уже переработанная грибами, она уже как бы перепревшая. Если вы используете свежую шелуху, есть риск того, что свежая шелуха еще не подверглась никакой обработке, типа компостирования вот в этих пакетах. Есть риск того, что эта шелуха будет тянуть из растений ваших азот. Поэтому наблюдайте внимательно. Если свежей шелухой вы засыпали свои растения, если они будут бледнеть и терять свой зеленый цвет, это значит, им не хватает азота. Нужно обязательно полить какими-то азотистыми удобрениями. Кстати, вот эти вот грибные блоки тоже бывают пропитаны разными удобрениями. Это и хорошо, и плохо. Тоже надо наблюдать. Один блок я раскрывал, очень сильный был запах азота. Значит, ну как бы уже в теплице азотом поливать пока нет необходимости. Я по этой шелухе прям проливаю, значит азот попадает к корням. Ну вот, собственно, и все про шелуху. Поэтому тоже есть добро, а есть и не очень хорошие последствия этой шелухи. Имейте это в виду. Ну вот и все по поводу компостирования. В принципе, то, что обещала, я вам рассказала. Смотрите наш канал, мечтайте, ну и делайте. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok